Всем здравствуйте! С вами снова Александр. В ассортименте магазина Мир Автокресел появилась достаточно интересная моделька, которая понравилась мне на удивление очень хорошим соотношением цены-качества. Это кресло от компании Espira. Модель называется Omega FX. Это категория 2.3. И стоит она меньше 10 тысяч рублей. И сделано очень-очень качественно, пройдены обязательные краш-тесты. Оно с полноценным изофиксом и с очень приятной тканью. И, кстати, мы уже сажали сюда детей. Очень-очень неплохая посадка. Поэтому вот цена и опции, которые она предлагает, и качество здесь реально очень крутые. Поэтому садитесь поудобнее. Сегодня я вам буду о нем рассказывать. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, давайте будем с вами изучать это кресло. Как я уже сказал, кресло мне понравилось. Учитывая его цену, в первую очередь. Конечно же, стоило бы оно в два раза дороже. Я бы сказал, что это совсем не то. Вот, смотрите, это Espira компания, это польский бренд. Что касается безопасности, здесь пройдены обязательные краш-тесты. Имеется европейская сертификация. Поэтому ребенка доверять можно. По посадке, кстати, сразу вам хочу отметить ее большой плюс. Потому что, что мне лично понравилось, здесь очень такая большая сидушка. И тучным детям в комбинезончиках, когда дети. Реально сейчас вот еще февраль, холодновато. Там мерили детей. Реально классная посадка. Ну ладно, комфортно мы еще с вами вернемся. Давайте в целом сейчас пробежимся по креслу. Я вам расскажу, как им пользоваться. И свои, в принципе, ощущения. Так, напомню, это категория 2-3. Это с 3 лет до 12 лет. Это от 100 сантиметров и до уже метра 30, метра 40. Там же в зависимости от ребенка, как он там будет расти, помещаться. Но поисценируется как с 3 лет до 12 лет. Так, соответственно, в такой группе кресел ребенок крепится у нас уже взрослым ремнем. Давайте быстренько покажу вам, как это выглядит все. Вдруг кто еще не знает и первый раз выбирает ребенку кресло. Смотрите, еще важный момент. Отсюда вам видно. Вот эта вот щель, это направляющая для ремня. Обязательно проводим ремень в направляющем. Потому что, в противном случае, во-первых, в этой модели некуда провести. Бывают модели, еще можно кое-куда пропихнуть. Но обязательно направляющий, он у нас направляет ремень, плечо, грудь, убирая его от горла. Это вопрос очень важный. Поэтому, смотрите, вот так направляем. Засовываем в направляющий. Фиксируем его там. Да, фиксируем его там. И вот так двигаемся по ходу движения. Благодаря тому, что он здесь, он направлен куда надо. И он будет на груди и на плече ребенка, уходя вниз. Ну и, соответственно, у нас есть возможность регулировать по высоте само кресло. И он будет регулироваться вместе с подголовником. Кстати, сразу же можете обратить, какой запас хода у спинки. Единственное, ну, учитывая цену, не стоит к этому придираться. Ну, хотелось бы видеть, конечно, чтобы еще боковинки раздвигались. Здесь этого нет. Поэтому растем только вверх. Так, что касается крепления ребенка, мы с вами разобрались. Здесь ничего сложного. Убираем ремешок. Так, что касается ткани, давайте сразу скажу. Вот только взял его в руки, сразу же остановился чуть более детально пощупать материал. Мне понравилась ткань тактильная. Она очень приятная, нежная ткань. И на ощупь она такая, ну, реально натуральная, кажется. Я думаю, летом здесь ребенок потеть особо не будет. Ткань не раздражает. Она вызывает только приятные ощущения. Так, из минусов, чтобы сразу подчеркнул. Вот вам видно отсюда. Это пластиковый подлокотник. На ощупь пластик он никогда приятным и не был. Поэтому вот, что стоило обтянуть здесь немножечко тканью. Это дешево. Ну, хотя цена, качество здесь, конечно, хорошее соотношение. Ну, и придираться, учитывая стоимость этого кресла, не стоит. Ну, вот мое мнение. Мне бы хотелось видеть все-таки на подлокотниках ткань. Ну, из фишек в комплекте идет подстаканник, который крепится с любой стороны. Знаете, наверное, компенсировали отсутствие ткани на подлокотниках наличием подстаканника в комплекте. Так, самое важное. Это кресло у нас на сегодняшний день. Ссылку я добавлю в описание на Мир Автокресло. Там посмотрите точную цену. Но на сегодняшний день, сейчас у нас конец февраля 2019 года, оно стоит меньше 10 тысяч рублей. И при этом, при всем, у него есть полноценное крепление, жесткое крепление изофикса. Причем изофикс у нас выезжающий с достаточно большим диапазоном, дающий нам возможность немного наклонять спинку. И он у нас с возможностью наклона изофикса. Автомобили разные. И у разных автомобилей изофикс находится под разным углом. Это нам упрощает жизнь в том плане, что легче устанавливать в автомобиль. Если бы был жесткий, то бывают танцы с бубнами реально поставить кресло в машину на изофикс. Здесь вообще с этим никаких проблем. Просто пристегнули. И все. Из-за того, что изофикс далеко, у нас есть наклон, возможность небольшого наклона спинки, из-за того, что есть свободный ход у этой самой спинки. Здесь демо-кресло, оно под 90 градусов. В машине будет больше наклон, потому что спинка дальше уходит в автомобиле. Вот, собственно, вот так мы его устанавливаем и двигаемся. Ткани, кстати, вернемся тканям. Производитель заявляет, что их можно спокойно снять и постирать. Быстрый стирки, не больше 30 градусов, единственное, должна быть температура. Потому что будет выше, она сядет, и вы ее уже обратно на кресло не оденете. Поэтому, в принципе, очень здорово, что есть возможность легко снять и постирать. Но здесь все на клепочках, реально, снимается оно в 3 секунды. В общем, все быстро. Вот, по креслу, в принципе, добавить мне больше нечего. Мои личные ощущения. Мне кресло очень понравилось, учитывая, вот, в первую очередь, его цену. А дальше мы уже отталкиваемся от того, что мы видим. И, соответственно, только и зажимаем пальцы. Плюс, плюс, плюс. Из минусов, вот, подчеркну снова, это вот отсутствие ткани на подлокотниках. Но компенсировали подстаканником. Лично, я считаю, наличие подстаканника в кресле, это важно. У меня лично ребенок постоянно с бутылочкой воды, и ее приходилось куда-то... Это очень удобно, когда есть подстаканник. Вставили, и все отлично. Вот, по посадке, реально здорово. Кресло, причем, очень мягкое, приятное, нигде ничего не давит. Все сделано классно. Подголовник тоже такой мощный. И при боковом ДТП хорошо защищает. Вот, поэтому цена-качество, вот, просто отличное соотношение. Поэтому и до 10 тысяч могу очень рекомендовать это кресло для рассмотрения. Ну, а выбор, естественно, как всегда, за вами. Я все, что хотел рассказать, рассказал. Ссылка на Мир Автокресел с этим креслом в описании. Пройдите, смотрите. И, конечно же, большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставили на обзор. И, если вам было полезно это видео, интересно, что-то вы для себя подчеркнули, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важный момент для меня. Вот. И всего доброго вам. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...